Друзья, прежде всего хочу пригласить вас посетить мои авторские каналы, на которых я выражаю не мнение экспертов, а свое личное мнение на актуальные темы. Ссылки на каналы в описании к этому ролику. В Армении верят, в новой войне они вернут утраченные земли, и не важно, что погибнут тысячи армянских солдат, политики готовы пойти на такие жертвы. Но согласен ли будет с этим армянский народ? Похоже, что поражение во второй Карабахской войне ничему не научило армянских политиков. Чувство ненависти и реванша переполняют их сердца. Они готовы вновь положить на алтарь войны тысячи и тысячи новых жертв. С каждым днем мы слышим агрессивные заявления из Еревана, направленные на разжигание новой войны. К сожалению, нужно констатировать, что армянское общество больно жаждой мести за поражение и капитуляцию, полагая, что в ходе новой войны им удастся вернуть утраченные территории. Вселяя в души армянского народа неисполнимые надежды и ненависть ко всему азербайджанскому и турецкому, в конец обнаглевшие радикальные ереванские политики делают все, чтобы спровоцировать Азербайджан на ответные действия, предполагая, что в этом случае за них вступится мировое сообщество, которое они постоянно вводят в заблуждение ложной информацией и подтасованными фактами. Об этом пишет Пярвин Мирзазаде. Пользуясь тем, что в мире немало сердобольных сторонников самой несчастной нации на земле, армянская сторона попыталась перейти в очередное наступление на фронтах холодной войны, пытаясь нанести ответный удар, но не по-мужски на поле боя, а из-под тяжка, как обычно, прикрываясь другими. Воспряли остатки сепаратистов в Карабахе, которые, спрятавшись за спиной российских миротворцев, опять начали вести себя так, как будто ничего не произошло, и все у них, как тогда, 28 лет назад. Как обычно, в первых рядах выступает их самопальный лидер Араика Рутюнян, несостоявшийся Наполеон, в очередной раз повторивший заплеснелый тезис о том, что якобы их так называемое непризнанное никем в мире, в том числе и Армении государство, никогда не будет частью Азербайджана. Это громогласное пустое заявление ничего, кроме смеха, вызывать не может, так как спрашивать у этого потенциального больного вообще никто и ничего не собирается. Карабах был, есть и будет всегда неотъемлемой частью Азербайджана, что и доказала доблестная азербайджанская армия в ходе войны. Забыв о полученном уроке, этот Наполеон объявил о создании очередной мифической правоохранительной структуры сепаратистов, упустив из виду один важный момент, что все эти действия попадают под тяжкую статью Уголовного кодекса Азербайджанской республики о создании незаконных вооруженных формирований. Поэтому предупреждаем всех армян граждан Азербайджанской республики, проживающих на территории Карабаха, что вступая в ряды этой незаконной структуры, они автоматически становятся нарушителями и будут нести ответственность по закону. Никакие международные конвенции о военнопленных на них не распространяются, так как просторечие это обыкновенный бандитизм. Другой деятель сепаратистов Давид Бабаян, который мнит себя новым Молотовым, объявил, что направил письма главам влиятельных международных организаций ООН и ЮНЕСКО с призывом защитить культурные армянские памятники на освобожденных территориях, которые почему-то армянская сторона называет временно утраченными. Только они упустили один немаловажный момент. Членом этих организаций могут быть только состоявшиеся, признанные мировым сообществом государства. Обращения всяких подобных псевдообразований рассматриваться не будут и могут использоваться только в качестве бумаги в местах общественного пользования. Причем этот самодельный дипломат призывает их немедленно вмешаться, как бы невзначай умалчивая о том, что вообще-то вся территория Карабаха признается этими уважаемыми организациями как неотъемлемая часть независимого Азербайджана, который является полноправным членом этих организаций, платит членские взносы и имеет право голоса, и никакие призывы самозванцев согласно уставам рассматриваться не могут. Так что все эти стоны и плачи по утраченным грезам ничего не дадут. Не особенно надеясь на поддержку международных организаций, в силу того, что понимают, что те им не помогут, сепаратисты призвали на помощь дух нацистского военного преступника времен Второй мировой войны Гарьги Нанджеде. Решив использоваться опытом древних язычников, поставили этому выдающемуся, по их мнению, армянскому военному деятелю памятник во временно оккупированном пока Ходжавенде. Абсолютно не стесняясь того, что российские миротворцы, которые там находятся, являются внуками и правнуками тех, против кого воевал этот фашистский отморозок. Сепаратисты и их покровители в Ереване провозгласили этот памятник своеобразным идолам, который будет их оберегать от азербайджанской армии и поднимать воинственный дух армянских военнослужащих. Но прежде всего, азербайджанских солдат и офицеров этим не испугать. А бронзовым чучелам уберечься от беспилотников также не удастся. Для тех же, кто льет крокодиловые слезы по утраченным армянским памятникам, напоминаем о славном пути этого нацистского преступника, который в годы Второй мировой войны отличался тем, что создал армянский легион войск СС. Храбро сражался с партизанами и мирным населением на оккупированных территориях, за что справедливо был наказан советским военным трибуналом и закончил свои дни в известной Владимирской тюрьме строгого режима. Удивительная манера армянских идеологов идеализировать всевозможных преступников и террористов, присвоив им статус мучеников. Ведь кроме борьбы с партизанами, этот герой отличился особенно бесполезным антисемитизмом и тюркофобией. Которая выливалась у него в идеологические выкладки типа «Не дня без борьбы с турком». Хотелось бы предупредить родителей армянских культурных ценностей, стремящихся переписать заново историю Второй мировой войны о том, что этот памятник вскоре повторит судьбу других похожих квазипамятников, установленных в ходе оккупации на азербайджанской земле. Ведь трудно признать памятникам культуры памятники нацистским преступникам или международным террористам, установленным как символ оккупации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда принципиально подчеркивал, что азербайджанская земля не воюет с мирным населением и оберегает религиозные и культурные памятники, в отличие от армянской оккупационной армии, которая смела с лица земли все, что напоминало об азербайджанцах на оккупированных территориях. Попытки армянской стороны представить установленные ими всевозможные символы оккупации, как памятники культуры, категорически неприемлемы и противоречат международному праву. Армения, сделав выбор на конфронтацию, вместо примирения продолжает играть с огнем, хорошо понимая, что терпению Азербайджана рано или поздно наступит конец. Ведь на такие провокации армянской стороны будет нанесен такой адекватный удар железным азербайджанским кулаком, от которого никуда спрятаться не удастся. Друзья, приглашаю вас на два моих авторских канала Павел Азет и 20% Азет. На этих каналах я выражаю не мнение экспертов, а свое личное мнение. Ссылки на каналы вы найдете в описании к этому ролику. Азербайджан